Привет ребят, с вами мистер Ванькей, сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас наконец-таки долгожданное продолжение Да и вообще, в принципе, запись видеороликов, посвященной игровой тематике Сегодня у нас наконец-таки то самое устройство, которое я все никак не мог протестировать Это устройство на гаусс, это адреналин, да, это одно из самых интересных устройств, как по мне Из адреналинов, по двум адреналинам я уже записывал видеоролики на канал Сегодня наконец-таки записываем следующее, если вы хотите видеть больше видосов вообще, посвященных данной тематике И возможно какой-то другой интересный, то проявите активность на данный видеоролик Ну и возможно в комментариях напишите, что бы вы хотели бы увидеть по игровой тематике в следующем в видосах Ну для меня вообще это важно очень, если честно, друзья, не отнеситесь к этому халатно Не проигнорируйте вообще, а напишите реально свою точку зрения Потому что есть моменты, на которые я для себя пока не могу дать ответы Возможно вы мне просто подскажете и напишите то, что вы бы хотели увидеть Возможно это просто обычный какой-то игровой видеоролик, посвященный какому-то вооружению Да, если это вооружение, то какое вы бы хотели посмотреть Либо возможно какая-то другая тематика, связанная с игровым контентом Как вы помните, когда-то давно было что-то подобное в виде рассказа по шаговых действий моих на карте Это тоже своего рода, наверное, игровой контент, который можно было бы записывать и вообще рассматривать Больше ничего говорить не буду, пикаемся в катку Что касаемо устройств, я уже сказал, это адреналин Что касаемо резиста 20, что касаемо корпуса хорек И дрон, дефолтный, стандартный, замечательный защитничек По режимам сегодня скатаем одну катку в TDM, одну катку в контроле точек Это два режима, которые чаще всего, мне кажется, я использую на подобного рода видеороликах Где можно объективно рассмотреть вооружение и вообще сказать все, что я думаю по этому поводу Возможно есть какие-то определенные карты, где не так грамотно можно было бы рассмотреть данную пушку Но вообще, в общем и целом, Гаусс сейчас играбелен практически везде Его можно использовать как с защитником, так и с бустером Вне зависимости от того, что вы хотите получить Больше хп, больше защиты Плюс вы будете по очкам иметь что с тем, что с другим дроном Может быть у кого-то там есть проблемы с определенным количеством расходки То есть, например, у вас больше ДА-шек, нежели ДД-шек Берете защитничек Если у вас больше ДА-шек вместо ДД-шек, берете бустер, играете на нем Можно как сводиться, можно также и просто уничтожать противника по очередными выстрелами Но это работает менее эффективно, как по мне Все же, сводка практически всегда гарантирует тебе дополнительный килл на Гауссе Ну и что касаемо ТДМ-ок Здесь можно находить какие-то определенные позиции для себя Где можно комфортно сливать, сводиться в противника Ну и если уж смотреть на 100% два дроны, бустер и защитник То все же я на Гаусс отдам свое предпочтение именно бустеру Потому что у тебя нет кулдауна на ДД-шку А это тот самый припас, который в таких режимах, как ТДМ и ЦП Даст тебе возможность нанести как можно больше урона по противнику Соответственно киллов вы сделаете больше Ну и зафармите за счет этого также больше крестуликов Ну и я в свою очередь, как уже сказал, сыграю сегодня на защитнике Не буду я одевать бустера Мне самому тоже интересно, что будет показывать себя данный дрон В таких режимах боя На, конечно же, адреналин В чем же суть адреналина, я уже рассказывал, друзья, вам до этого Это то самое устройство, которое чаще всего лучше использовать на тех пушках На которых вы не играете на постоянной основе на устройствах То есть это такие пушки, как Фриз в моем выборе Та же Изитка, тот же Гаус Что касаемо Рикошета, то здесь есть возможность использования других интересных устройств Но мне на Рикошет адреналин все же нравится больше, чем даже тот же Берсерк Он тебя не заставляет вообще, по сути, фокусироваться на том, что тебе нужно уничтожать противника Соответственно, ты можешь себе вальяжно наносить урон по одному танку По второму танку И даже если у тебя там кто-то будет тырить киллы Ты при любом раскладе будешь наносить довольно большое количество демеджа по своему оппоненту И, соответственно, ты будешь свои очки в этом плане выигрывать Ну и я насчет адреналина, конечно же, отношусь более позитивно К этому устройству Оно мне реально импонирует и нравится И чтобы я бы еще добавил Это то, что на данный период времени У этого устройства, у адреналина, по сути, нету никаких Недостатков Да, то есть Определенно только плюсы Определенно только позитивные моменты И если уж устройство дает тебе только дополнительное преимущество То его грех, как по мне, вообще не использовать То есть те ребята, которые, например, жалеют там кристаллы И не хотят тратиться на замечательнейшее устройство Я вообще бы на вашем месте бы задумался И просто бы приобрел бы себе адреналинчика На те пушки, которые я уже сказал Ладно, все, больше ничего говорить, по сути, наверное, не буду Буду больше фокусироваться на игре Здесь вроде как все у нас складывается довольно-таки неплохо Попробуем посводиться Я пару-тройку раз не совсем грамотно прожимал расходку Но что касаемо овердрайва Харька И его реализации Вы сами все знаете Вы знаете, как это все эффективно, можно и легко использовать И вот так вот просто с респа Уносить по два тунчика И ни в чем себе не отказывать Сейчас тоже можно сделать одну хорошую сводочку На 3200 Замечательно Если бы у меня еще ко всему этому Было бы не такое большое количество здоровья Я думаю, что там бы по четверочку могло бы залететь И я спокойнейшим бы образом Заваншотил бы тяжелый танчик Ну а так я там ему нанес 3000 Это много Но, к сожалению, я его сразу не сумел зареспить 2 минуты достается до конца У нас, как всегда, первое место Все стабильно, все суперски Все хорошо двигается Я думаю, что можно даже попытаться здесь набить Ну хотя бы попытаться 500 набить Я не знаю, получится у меня за такое маленькое количество кило Здесь до 500 дотянуться Но если я дотянусь до нее То будет очень-очень даже приятненько И красивенько Что не по хп? А я понял 0 хп оставалось у типа Чуть ему повезло, если честно Но я пока на сводочках здесь Должен забирать еще пару-тройку кильчиков И здесь еще одну сводочку выдавать И возможно даже стрелять еще по этому мамонту Здесь что-то с раскачкой уже определенные проблемочки имеются Проблемки чаще всего на харьке с раскачкой появляются Именно из-за тяжелого харька Из-за вот этого замечательного устройства на корпус Поэтому моментами, друзья Если вы играете, например, в такой пушке, как арта С поворотом башни То я вам не советую вообще по сути использовать Данное устройство на корпус Потому что оно очень сильно чувствуется Что, ну, является реальный недостаток Появляется в выстрелах на верх-низах То есть, например, на каком-то масте вы будете стоять Там будет намного все тяжелее И был даже один определенный момент Когда я очень жестко сгорел Прям на то, что я не мог попасть в какой-то простецкий там пиксель И я только тогда понял, что вся проблема именно в том Что мне не хватает раскачки И то, что вся проблема именно в этом устройстве на корпус Поэтому, друзья, задумайтесь об этом Если вы играете на таких пушках, как Гаусс Как Магнум Если вам что-то не нравится Появляется какой-то определенный дискомфорт В определенных ситуациях То просто возьмите и снимите данное устройство Возьмите какое-нибудь другое И чувствуйте себя максимально комфортно, играя на таких пушках Ну а я в свою очередь все-таки до 500 не дотягиваюсь 27 килов Это отличнейший результат для Гаусса Первое место Победа Что может быть лучше Еще и новый челлендж у нас начался Это значит, что 6 звездочек Скаточки я также получил И это очень-очень даже неплохо Поэтому пикаемся в следующую Это уже контроль точек И тут я надеюсь, что Также все максимально круто сложится Я бы, наверное, не отказался бы от какой-нибудь бы промзоны Если бы сейчас была бы промзона, было бы вообще круто Но у нас выпадает карта Брест Она уже начатая Тем будет, наверное, даже интереснее Еще эту катку мы довольно жестко сейчас сливаем Как вы знаете, я в таких боях вообще не перепикиваюсь Соответственно, все, что мне дропает То мы пытаемся и играть в видосах Поэтому постараемся камбэкнуть Не знаю, получится у меня это сделать или нет Но надо стараться 4 минуты времени предостаточно Конечно, сейчас у противника уже практически у всех должен быть овердрайв Поэтому будет немножко тяжелее на начальной стадии сейчас поотхватывать точки Но в дальнейшем, я думаю, что когда у меня уже овер появится Можно будет с легкостью позабирать точки Есть моя команда, конечно, будет играть, а не стоять АПК Они вроде как пока что особо жестко не катают Но есть ребята, которые стараются Это очень хорошо 3, 10 Сливаем Надо захватывать как минимум 3 точки Желательно Дабы Пытаться как-то сокращать вообще этот отрывчик О, там уже четвертый уходит под наш Под нашей знамя Я забираю еще одну Великолепно Великолепно, замечательно Еще одну забираю Но теперь уже можно пробовать Ай, хотел сказать, прожимать овер и сливать противника Сразу же мне прилетает довольно жесткая плюха от грома И я ухожу, к сожалению, на респ Так, ну ладно Будем надеяться на то, что сейчас я Смогу здесь забрать пару танчиков Ой, хуй, рельсы Не-не-не-не-не-не-не Только не получить эту плюху Жесткую 1400 1200 И на респик Отлично Переиграли хорька И теперь уже надо захватывать точку Конечно, реализация овердрайва была не самая лучшая Но того хорька нужно было переигрывать Соответственно, надо было чем-то жертвовать Ничего критичного, конечно Но реализовать можно было немножко получше Овер Так, забираем здесь Тунчик надо вот этот слить обязательно Обязательно Точку пытается забрать У него летает очень мало ДДшки нету Вот вам и небольшая проблема того, что вы играете не на бустере А играете на защитнике И ДДшка у вас уходит на колдам Но есть решение простецкое этого момента Вот, например, как сейчас Вы видите дроповую ДДшечку Оп, подбираете ее Соответственно, если я буду сейчас жить То у меня данная замечательная расходочка Будет У меня будет ДДшка У меня будет ДДшка И будет все в этом плане просто великолепнее Пше-пше-пше Так, мы ведем уже Это очень неплохо Это очень неплохо, что мы ведем Осталось только посводиться по противнику Посливать его И пытаться вообще по очкам-то немножко приподняться У меня 180 Там у первого-второго места по 300 И есть небольшие нюансики Которые мне уже в этом плане не нравятся Так, опять шоу прожимает овер Здесь я воншотаю Одна минута до конца Мы уже практически на 100% Должны здесь выигрывать Я так думаю Я, конечно, пока не уверен Мы должны здесь выигрывать По очкам только надо чуть-чуть приподняться Одна минута есть Один овер у меня еще должен быть Вот опять дроповая ДДшка Сейчас можно, главное, просто пожить Да? Не умереть И поднять Можно больше очков Я вижу оппонента своего Опа, хоре рельса Очень больно, очень больно Хорошо, или слили Так, вот это Хорошо Хорошо Точку заберем Заберем Они уже много отпутили, если честно Надо брать Обязательно так Суправа никто не едет Творе рельсечка Творе рельсечка 1600 Ох, хорошо, что Он не попал или что произошло Я не понял Ай, неправильно расходку поражал Ну ладно Хорошо, хоть слил 20 секунд Контролем 4 точки Это победка Это похоже победка Это похоже победка Вот сейчас еще туда сводочку дам Красивую Оп, хорошо залетело Еще одну сводочку Еще одну сводочку будет Нет, не будет, к сожалению К сожалению не будет И это конец 300 очков Заходил я там у первого было Не помню сколько Но все-таки по итогу я до второго места До 6 звезд не дотянулся Но Катку вытянули И это очень хорошо Все-таки заходили там 0.10 Вроде как ребята летели Поэтому что я могу сказать Друзья Если вы до сих пор Раздумываете о том Покупать вам устройство адреналина На корпуса Ой, на корпуса Я говорю На пушки Или нет То Я вам советую Смело покупать На все те пушки На которых вы не играете На постоянной основе На устройство Покупать адреналина Наслаждаться Кайфовать Получать дополнительные очки С устройства Потому что это Ну просто плюс Просто буст Как только у вас Начинает сокращаться ХП У вас начинают Дамажить Вы получаете Дополнительный урон Который вы наносите По своему оппоненту Поэтому Берете Покупаете И разваливаете Вот такой вот видеоролик У нас сегодня друзья получился Если вам понравился Поддержите его лайком Подписочка на канал Буду вам очень признателен С вами был мистер Ванька Всем друзья Спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока